Эфир телеканала ННТ продолжает. Новости Дагестан в студии Зухралиева. Здравствуйте. В начале коротко. Смыло дождем. В горах ливни смыли дорогу республиканского значения. Трасса Буйнакс-Гемры-Черкота перекрыта. Движения организованы через Сашельтинский перевал. Создал сквер своими руками. Пенсионер из Дербента уже более 20 лет ухаживает за аллеей, которую сам высадил на пустыре. Волшебный мир театра кукол стран Брикс. Под таким названием в Махачкале стартовал второй международный фестиваль кукол. Из-за проливных дождей в горах смыло дорогу республиканского значения. Это произошло на 48-м километре трассы Буйнакс-Гемры-Черкота. В данный момент дорога с 36-й по 49-й километра закрыта. Движение в сторону Гумбетовского, Бутликского и Цумадинского районов временно осуществляется через Ашельтинский перевал. В Хозакском районе завершен ремонт автомобильной дороги Гацатль-Карадах, ведущей к туристическим объектам. Техническое состояние дороги находилось в неудовлетворительном состоянии. В ходе ремонта полностью восстановлена дорожная одежда, организован водоотвод, установлены дорожные знаки, а также обустроены обочины. Эта дорога является одним из самых популярных туристических маршрутов, ведущих к ювелирным мастерам и гостевым домам в селении Гацатль. К тому же соединяет Хонзахский район с Гунипским и Шамильским. Пенсионер из Дербента уже более 20 лет ухаживает за аллеей, которую высадил на пустыре. Такие поступки, бескорыстные, добрые, созидательные, становятся частью истории города. А такие люди, как герой нашего следующего сюжета, легендами. Подробнее расскажет моя коллега Патимат Ханапова. Ей слово. Хуламали Яхьяев показывает фотографии 20-летней давности. Тогда здесь был заброшенный пустырь, практически мусорная свалка. В 90-х годах внезапно одну часть парка отгородили и начали застраивать. Тогда Хуламали и решил взять объект в аренду и сохранить его для потомков. В этих мусорных ящиках всегда около них бывает мусор. Меня проходило в день два раза убирать. Я убирал вокруг, палил, сохранил то, что смог, сделал. Заборы сделал, обновил памятник Лилина. Пенсионер посадил и вырастил здесь более ста деревьев, обновил садовую дорожку. Пока сквер находился в его ведении, он только разрастался и хорошел. А в тяжелые времена были ситуации, что вам предлагали продать или что-то построить здесь? Или брось это дело? Ну, об этом будем молчать. Власти Дербента второй год проводят работу по возврату в собственность города, общественных территорий. Министерство и муниципалитету теперь вернут и этот объект. У Куламали к ним лишь одна просьба, чтобы ничего здесь не строили. На такой договор власти согласны и будет он закреплен гарантийным письмом. В свою очередь администрация обязуется не передавать данный сквер третьим лицам. Данная территория будет благоустроена. Также будет рассмотрена возможность о закреплении за данной территорией Куламали Агаевича. Куламали Ахьяев называет каждое дерево по имени, словно здороваясь. Если живешь на Кавказе, говорит герой нашего сюжета, надо разбираться в местной флоре. А местные жители тем временем восхищаются его внутренней силой и добротой. Куламали удалось сохранить в центре города клочок живой земли, который сегодня дает дербенцам тень и кислород. По тематам Ханапова, Мурат Бигбарзов, Новости ННТ, Дербент. Более 13 миллионов рублей похитили при реконструкции здания спортшколы в Южно-Сухакумске. Об этом сообщает Следственный комитет Дагестана. Махинации были проведены за счет завышения объемов и стоимости выполненных работ. Гендиректора подрядной организации теперь в обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечу, что контракт между мэрией и строительной компанией был заключен в 2016 году. Тогда на проведение строительных работ было выделено 35 миллионов рублей. В Дагестане за сутки произошло сразу несколько ДТП. В одной аварии пострадала целая семья. Автомобиль Ниссан выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате аварии водитель легковушки и его годовалая дочь скончались. Еще трое пассажиров, жена и его двое сыновей доставлены в больницу. А в Махачкале сотрудник полиции создал аварийную обстановку на проспекте Акушинского. И в результате водитель девятки и два его пассажира доставлены в больницу с различными травмами. Установлено, что автомобилем БМВ управлял находящийся вне службы инспектора Дороженопатрульной службы. По результатам освидетельствования установлено состояние алкогольного опьянения. Руководством Министерства внутренних дел по республике Дагестан проведена суживная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Снижаем скорость, сохраняем жизнь. Актуальную во все времена акцию под таким названием провели сотрудники ГАИ в Махачкале. Она проходила на Родобском бульваре. Участие в мероприятии принимали представители власти, ученики детско-юношеской автошколы, а также отряды юных инспекторов. Ребятам в игровой форме разъяснили необходимость соблюдать правила дорожного движения. Это уже шестое мероприятие, которое объединяет вокруг себя информационные кампании, направленные на разного рода причины, устранение разного рода причин совершения транспортных происшествий. Очень важное мероприятие для воспитания нашего подрастающего поколения. Очень важно, чтобы с детства дети приучались соблюдать правила. И не только правила дорожного движения, но и вообще установленные общественные правила, правила общественного порядка. В Махачкале взял старт второй международный фестиваль «Волшебный мир театра кукол стран Брикс». В этом году праздник посвящен 80-летию Дагестанского государственного театра кукол. К сожалению, учитывая непростую ситуацию, связанную с пандемией, спектакли зарубежных коллективов в Бразилии, Индии, Китае и Южноафриканской республике будут разлироваться в режиме онлайн. Подробнее расскажет моя коллега Лариана Шамхалаева. Конечно же, выступлением ансамбля «Лезгинка» встречали гостей и участников театрального фестиваля. Погода сегодня выдалась не жаркая, зато зрители в предвкушении жарких номеров открывают мероприятие шествия участников с транспарантами, шарами и флагами. На лицах людей улыбки, флагштоки зарубежных участников несут наши артисты и даже исполняют номера в национальных костюмах тех стран, что не смогли приехать из-за пандемии. С 26 мая по 1 июня свои спектакли представят лучшие кукольные театры России. Среди них Рязанский, Волгоградский, Вологодский, Воронежский, Кировский, Мытищинский, Белгородский и Астраханский. Задача одна – поучаствовать, впитать то, что мы увидим, много интересного посмотреть и себя показать. Мы показываем спектакль «Тайна Белого лотоса». Это легенда про Астраханский край. Вот эпичное такое произведение, замечательное. Так что приходите 28 мая посмотреть наш спектакль. Эмоции положительные. Мы из Белгорода приехали, ехали долго, но упорно доехали. Мы привезли спектакль «Грешневая каша» для взрослого зрителя. Надеемся, он понравится. Это такой рассказ 60-х, 90-х годов, как наши дедушки, бабушки жили, выживали в деревнях. Надеемся, он не оставит равнодушными никого. Да, нам очень нравится в Ахачкале. Мы уже на море сходили, классно, здорово. Мы на второй раз уже на этом чудесном фестивале были два года назад со спектаклем «Вишневый сад». И в этом году мы привезли поминальная молитва «Шалом Алейхам» Григорий Горин. Будем показывать 28 числа. Дорогие зрители, это для взрослой аудитории спектакля. Приходите, пожалуйста. В шесть вечера. Мы тищенцы, вас ждут. Из всего шествия, несомненно, выделяются участники на ходулях. До великанов из Крыма с микрофоном не дотянуться, поэтому они взяли его в свои руки. Мы второй раз приехали из Крыма с программой «Карнавал и мира». Несмотря на пандемию, мы приехали из города Евпатория подреть радость и веселье. Махачкала – культурная столица. Так говорят о выборе места фестиваля взрослые. Как все красиво. И танцы, и костюмы. Так считают дети. У нас получается, как бы столица театральная становится Дагестан. Несмотря что у нас много театров на всех языках. Но самое главное – это дети наши, подрастающие поколения. У них останется очень яркое, сильное впечатление от этого праздника. Мне понравились люди на ходулях. Они очень красивые. Красивые костюмы. И вообще все очень красиво выполнено. У них красивые наряды, цветы, туфли тоже. Все у них красивое. На этой фестивально-театральной неделе запланированы также образовательные программы и мастер-классы для начинающих драматургов, уроки по технике речи и клоунаде. Лорианна Шимхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Делегация из города Избирбаш посетила муфтия республики. На встречу с шейхом пришли мэр, депутаты городского собрания, спортсмены, врачи и общественники. Глава города поблагодарил духовного лидера за слаженную работу, которую он проводит во благо региона. Он отметил огромную роль муфтията в объединении людей в помощи малоимущим семьям. Это было заметно во время пандемии, когда мы помогали по всей республике, духовное управление, малоимущим, бедным семьям. Потому что на тот момент людям не за что было даже новое лекарство покупать. В ходе беседы непростую ситуацию с пандемией в Дагестане вспомнил и главврач центральной больницы Избирбаша. Находясь в тяжелом положении, вы сами болели, выступили. И ваше выступление, несколько слов, которые вы там сказали, поменяло все в Дагестане. Я хочу поблагодарить вас за эти слова, которые вы сказали. На самом деле огромное вам спасибо за то, что поддержали. Благодаря вам, благодаря тем людям, которые переживают за республику, на самом деле много людей остались живы. Если есть прямо сказание, то, что вы сейчас, ваше лицо я сейчас говорю, это на самом деле так. В Дагестане, хотя есть люди разной национальности, я их считаю людьми одной нации. Избирбаш город, таких городов и сел образуется целый Дагестан. Если избирький мир, Каспийский мир, Махачкалин мир, Сумадан мир, целый Дагестанин мир будет. Уважение будет, единство, наша сила, красота. Стали известны победители и призеры 18-го всероссийского конкурса молодых халимов и хафизов. Он проходил в Хасавюрте в институте имени Саидбега Даитова. Участие в нем принимали более 300 студентов. Они соревновались по трем номинациям. Правильное совершение намаза, чтение наизусть священного Корана и знание наук ислама. Итоги подвела комиссия из 30 членов жюри. В номинации «Намаз» победителями стали Саид Магомедов и Ахмед Салихов, студенты из Шамильского и Ботлихского районов. Им вручили по 2000 долларов. В номинации по Корану первое место занял Турпал Али Садыков из Чеченской республики. Он получил ключи автомобиля «Лада Веста». Ну а главный приз автомобиль «Фольксваген Пола» достался Рашиду Магомаеву, студенту из селения Асаб Шамильского района. Он стал победителем в номинации «Науки и ислама». Все призеры также получили крупные денежные вознаграждения. Студентов поздравили представители власти и общественности. Ежегодным спонсором конкурса выступает торговый дом «Киргу». Граждане там, где изучают Корану, где учат Корану, где следует Корану, оно не может быть плохим. И люди, которые именно занимаются этим, они должны быть самыми лучшими, справедливыми людьми, порядочными, людьми с благим, рабом и богопоязанными. Смотрите нас также на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи.